Уже достаточно этих трех группировок, достаточно посеять между ними какую-то вражду, то есть дать повод для того, чтобы они начали друг с другом воевать или враждовать, чтобы дать преимущество стороне Асада. А посеять между ними вот этот раздор не так-то уж сложно. Бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату, ассаламу аля, расуллиллаху, а ба'аду, ассаламу алейкум, арахматуллаху, приветствую вас, дорогие друзья. В интересное время мы с вами живем перенасыщенные событиями. Вообще на наше поколение столько всего выпало, мы столько всего видели, сегодня я задумывался над тем, было ли вообще в моей жизни, был ли вообще такой хотя бы короткий период времени, когда где-то не происходило каких-то войн, где-то рядом, причем недалеко, чтобы кто-то массово кого-то не убивал, не пытался что-то кому-то навязать, захватить и так далее. По-моему, не было. По-моему, от самого буквально начала моей жизни постоянно присутствует информационный фон. А если даже это не война России с Чечением, то есть даже если не считать то, что конкретно касалось меня и моего народа, то в любом случае где-то рядом что-то происходило. Постоянно Россия на кого-то нападала, буквально я родился в год, когда Советский Союз был вынужден выйти из Афганистана, то есть еще эти события шли и затем сразу крушение Советского Союза, все эти события, затем война и так далее. Вот сейчас мы прошлый с вами эфир говорили о ударе орешником по Украине, вообще не было никакой повестки даже о Сирии, ничего. Мы даже не вспоминали ее на этой неделе, на одну на той неделе. Сегодня это уже главное событие, и причем это настолько стремительно развивающееся событие. И это свидетельство того, насколько глобально сегодня, насколько этот мир глобально зависим друг от друга, насколько процессы, происходящие в одной части этого мира, влияют на процессы, происходящие в другой части мира. Ведь то, что сегодня происходит в Сирии, это контрнаступление сирийских оппозиционных сил, и причем успешное контрнаступление с взятием сел, районов и крупнейшего города Сирии, Алеппо. Но это ведь было бы невозможно, если бы не другие события в мире, если бы не увязание России в украинском конфликте, если бы не отвлечение из баллы, то есть тех сил и их прокси, которые были задействованы в сирийском конфликте, которые выступали на стороне Асада, и благодаря которым, по сути, Асад и удержался тогда у власти. И вот из-за того, что эти силы вынуждены были отвлечься на более важные, актуальные для себя проблемы и конфликты, как, например, для России, это, конечно же, Украина, для Хизбаллы, это, конечно же, Ливан, для Ирана это, опять-таки, и ливанские события, и вообще все это противостояние с Израилем. Благодаря этому сирийским оппозиционным, то есть сирийскому сопротивлению удалось накопить силы спланировать грамотное контрнаступление операции и, по сути, ее осуществить. И вот мы сегодня с вами закончим этот эфир, наверное, на вот этих темах, обсудим их. Конечно, мы и так же коснемся и того, что происходит в Грузии. И вот мы не знаем на следующий эфир, что произойдет в этом мире. Настолько стремительные события. Мы не знаем, может быть, мы на следующем, в следующее воскресенье, мы уже вынуждены будем обсуждать какой-то ядерный удар локальной России по Украине. Либо удары по Кремлю со стороны Украины, что-то подобное. Либо вообще какой-то новый конфликт, развязавшийся в регионе. В общем, перенасыщение этими инфоповодами, знаете, с одной стороны, казалось бы, многочисленность инфоповодов, это наоборот, постоянное такое поле для того, чтобы что-то освещать, о чем-то говорить, делать какие-то выводы. Но на самом деле, вот эта перенасыщенность этими событиями, она делает быть слишком скоротечными. То есть, наша реакция на эти события, она становится настолько... То есть, мне даже тяжело это сформулировать, давайте попробуем иначе. Если раньше что-то происходило в мире, и это оказывало очень серьезное влияние на людей, мы могли обсуждать эту тему неделями, а то и месяцами. Как, например, допустим, возьмем начало нулевых и теракты в Нью-Йорке, допустим. Это ведь было такое, настолько глобальное событие, и оно обсуждалось очень долго. По сути, годами эти вещи обсуждались. То из-за того, что слишком много появляется вот таких событий, мы слишком быстро забываем о произошедшем. То есть, мы уже не считаем нужным уделять этому много внимания. И наша жизнь становится приблизительно... Приблизительно здесь произошел, например, вот Крокус-Сити. Кто сегодня вспоминает Крокус-Сити? Это было в этом году, это не так давно случилось. И это на самом деле настолько серьезный инцидент. Это очень преступный террористический акт. И кто о нем сегодня вспоминает, кто вообще об этом помнит? Понимаете, из-за того, что слишком много стало таких событий, мы как будто бы раз сегодня об этом говорим, быстро пробегаемся по каким-то важным моментам, то, что хотели сказать, говорим, и потом сразу перелистываем и забываем. Потому что на следующий день нам жизнь подкидывает уже совершенно новые события, ничуть не менее кровавые и актуальные, и мы уже говорим о них. И вот так вот каждый раз перелистывается эта страница. Вот сегодня мы с вами будем говорить о сирийских событиях, о грузинских событиях. И неизвестно, может быть, на следующей неделе мы также перелистнем эту страницу, и там будут уже какие-то более важные, актуальные события. Что касается происходящего в Сирии, если это контрнаступление, эта операция увенчается успехом, и Асада удастся свергнуть, и по сути власть перейдет в руки сил сопротивления, то это будет второй такой кейс после Афганистана, когда народ конкретной страны без поддержки глобальных игроков, таких как Россия, Америка или Китай, побеждает. Причем побеждает вот такого очень серьезного крупного игрока, который на противоположной стороне, если в случае с Афганистаном это были Соединенные Штаты Америки, которые проиграли Талибану, то здесь это будет Россия, это будет Иран, который проиграет силам сопротивления. Они, конечно, сделают все возможное для того, чтобы не проиграть. И я думаю, сейчас самая важная ставка России, особенно будет сделана не столько на военную составляющую, тем более, учитывая, что перебрасывать туда большие и крупные силы Россия сейчас не может, они сделают сейчас ставку на то, чтобы в рядах этого сопротивления посеять какое-то зерно раздора. И надо признать, это та часть борьбы, в которой Россия очень преуспела, российские спецслужбы. Если они где-то в операциях, конкретно военных, или иных, очень много у них есть провалов, то вот в такой идеологической работе, когда нужно поссорить, когда нужно что-то внедрить в кого-то, где-то создать отчет напряженности и так далее, вот тут они профессионалы, десятилетиями они очень хорошо себя показывали в этой борьбе. И надо сказать, что здесь у них есть поле для такой работы, потому что вы можете обратить внимание, как в мировых СМИ сегодня освещаются сирийские события. К тому упоминаются, вот главная группировка, начавшая по сути эту операцию, Каташе, которая базируется в Идлибе, их представляют в мировых СМИ и представляют как исламистов. Также в этой операции, уже чуть позже, присоединившись к ней, принимает участие свободная сирийская армия, так, по-моему, они называются, их называют протурецкими силами, то есть за ними стоит Турция и их снабжает. Хотя Каташе говорят, что их тоже якобы уже не открыто, а тайно как-то поддерживает Турция. И есть также курды, проамериканские силы. То есть, как минимум, есть три крупные группировки, противостоящие сегодня вместе, они противостоят сегодня силам Асада. Возможно, есть еще какие-то группировки. По крайней мере, в СМИ подобное тоже упоминается. Обычно такие группировки называют джихадистами мировых СМИ. Так вот, уже достаточно этих трех группировок, достаточно посеять между ними какую-то вражду, то есть дать повод для того, чтобы они начали друг с другом, воевать или враждовать, чтобы дать преимущество стороне Асада. А посеять между ними вот этот раздор не так-то уж сложно. Ведь понятно, что курды и протурецкие силы, но они явно, турки явно не заинтересованы в том, чтобы курды усиливались в этом регионе. Соответственно, очень легко будет, как минимум, эти две группировки между собой схлестнуть. Плюс те, кого называют исламистами, то есть группировка Хатэше, если у них получится, допустим, каких-нибудь более радикальных из этой группировки выделить, как, например, создать тот же ИГИЛ, как, например, тогда, в 14-15 году. Это ведь изначально все начиналось точно так же. Все вместе противостояли силам Башара Асада. Но как только был создан ИГИЛ, началось противостояние уже между собой, это дало преимущество Асаду. В итоге все, по сути, проиграли. В той битве Асад взял под контроль большую часть Сирии. И если сегодня, либо опять каким-то образом туда силы ИГИЛа подтянут, либо в этих же группировках каких-нибудь радикалов соберут, создадут какой-то противовес, то, к сожалению, подобные события скажутся негативно на общих силах сопротивления и дадут преимущество Асаду. Я думаю, что сейчас им, конечно, нужно будет максимально в этом направлении защищаться именно от подобных действий России и, возможно, и других иранских спецслужб. Но я просто не знаю, насколько преуспели в подобной работе иранские спецслужбы, но я знаю, что Россия в этой работе очень сильно преуспевает. Поэтому вот эту часть надо конкретно защитить. То есть надо сделать все возможное, чтобы сейчас между ними какого-то конфликта не спровоцировали. Хотя в дальнейшем, наверное, мало сомнений в том, что в дальнейшем в любом случае эти силы схлестнутся. А если протурецкие, сирийская свободная армия протурецкая и хаташе, если между ними, возможно, и не будет каких-то инцидентов, то есть здесь, возможно, Турции удастся сделать из них какое-то единое крыло, то в случае с курдами, я думаю, подобное вряд ли возможно. И понятно, что для турков, курдов, именно эта группировка курдская является врагами. Они это не скрывают, открыто об этом говорят. Поэтому в дальнейшем в любом случае здесь какое-то противостояние будет. Но на данном этапе, когда идет борьба с Асадом и с его, с покрывающими его силами, России, Ирана, Физбалы, то здесь, конечно, сейчас ни в коем случае нельзя допустить, чтобы их построить. То есть это не в их интерес. Но что, как будут развиваться события, это, конечно, я думаю, в ближайшее время покажет. Пока у них все очень стремительно. Они дошли до города Дахамы. Последняя была информация. Но взять этот город под контроль силам повстанцев не удалось. Потому что Асадиты подтянули туда крупную группировку, военную технику, танки. В общем, все, что у них есть, они туда подтянули. И, видимо, увидев, что силы не равны, повстанцы отступили от этого города. То есть сейчас последняя информация была, что он контролируется Асадитами. Но, тем не менее, уже взятые города и территории это очень обширные территории. Это, в принципе, очень серьезные, как с 2016 года. В общем, будем следить за тем, как развиваются события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова